Мексиканец, которому удалось стать чемпионом мира во втором среднем весе. Сводная таблица. 32 года. Максу 25. Все. Тима снова что-то. Я заклыкаю все им болеваты за Макса Бурсака. Потому что мы его знаем, потому что Вин наш. Действительно, конечно же, мы посильнее сжимаем кулаки за Макса. Мы все понимаем, как ему будет нелегко. Но опять же таки, что делал. Но тогда на кону стоял временный поезд WBO. Речь идет о поединке против Хасана Даманжикама в 2012 году. Тогда по очкам Макс проиграл. Ну и еще був бой против Зака Дана за титул чемпиона света за Россию IBO, где очень сопередливое было решение судей на користь соперника Макса Бурсака. Но, конечно же, поезд WBO. Я думаю, Макс, конечно же, изучал поединки Рамиреса. Особенно последний крайний бой против Артура Абрахама, который весь бой постоял за блоком. Ничего не смог поделать с мексиканцем. Да, очень хотелось бы в это верить. Один из главных недостатков Макса ранее был, во всяком случае, в проигранных поединках. Это как раз недостаток физических кондиций. Иногда его статусе такой темной коньячки. И это тоже непогано для него, мне кажется. Да, в любом случае, Макс был бы тут андер. А он большой. Действительно, там разные конторы по-разному принимали. 13, 17, даже 20. Такой коэффициент. Но все это не важно. Важно одно. Нужно воспользоваться своим шансом. Лишь однажды проходил полную 12-рандовую дистанцию. Протримал в руку Суперника. Причем последнее предупреждение, по словам рефери, можно и может ему снять бал с Макса. В Америке люди платят деньги, чтобы посмотреть этот бой. У нас для того, чтобы его поделиться, достаточно прокинуться рано и уменьшить телевизор. В любом случае, для Макса это шикарный шанс после речной простости. И возможности заявить про себя. Нужно его использоваться. Как бы тяжело ни было, можно еще. Принаймні, пока есть время, нужно бороться и бороться до конца. Макс Бурсак, это в Мин. В Харькове тогда Бурсак был в нокдауне в четвертом раунде. Еле-еле выдержал, да. Еле-еле выставил. Но на зубах вырвал победу. Продемонстрировал туда. В общем-то, для него он поддерживает высокий темп. Множество атак в каждом раунде с его стороны. Мы видим один из них. А если посмотреть, как спарринговал Рамирес с тем же Саулем Альваресом, то, понятное дело, что этот парень пришел тут всерьез и надолго. 120-106. Одинаковый счет на судейских записках. И все еще непобежденный и все еще чемпион мира. Джильберто Рамирес. Суть дьодностанья. И это не удивительно. Все справедливо.